Здравствуйте, меня зовут Елена. В моей коллекции 250 сортов пеларгоний. Посмотрите, пожалуйста, на эту прелестную пеларгонию. Она называется Golden Anniversary, что в переводе с английского означает золотой юбилей. Golden Anniversary – кряпчатая пеларгония. Вот вы можете поверить в это? Я специально веду съемку на балконе для того, чтобы увидели ее окрас наиболее реалистично. Посмотрите, пожалуйста. Кажется, что это однородный цвет, но на самом деле с изнанки лепестков видно, что это все-таки краб. Настолько густой, что он сливается. И кажется, что это какая-то другая пеларгония, а не Golden Anniversary. Но на самом деле это Golden Anniversary – пеларгония хамелеон. Вот, вы можете заметить, не могу очень сильно приблизить, потому что изображение будет некачественным, но вот с изнанки видно на просвет, потому что это множество крапинок, которые сливаются практически воедино. И вот так. Для сравнения я поставила другую пеларгонию, которая в розово-лососевых тонах. Пеларгонию Мини, Джейпс, Пилигрим, Пасси. Посмотрите, пожалуйста. Цветочки Golden Anniversary крупнее, до 4 см. Вот, посмотрите. какая прелестная пеларгония Джейпс, Пилигрим, Пасси. Видео про эту пеларгонию уже есть на моем канале. Если вы не видели, посмотрите, пожалуйста. Этот сорт, который я настойчиво могу рекомендовать. Жалеть о его покупке вы не будете. И вот так, с разных сторон. Что мне? Почему я показываю Джейпс, Пилигрим, Пасси? По той причине, что ее цветочки стали более махровыми. И, конечно же, осеннее цветение по окрашенности отличается от весеннего и летнего. Стало более нежным. И мне этот окрас больше нравится. И вот так, с разных сторон. Прелестное создание. Джейпс, Пилигрим, Пасси. А теперь вернемся к Golden Anniversary. Golden Anniversary – крапчатая золотолистная пеларгония. Этот сорт выведен в 2001 году в Великобритании селекционером Эндрю Симонсом. У меня есть еще один сорт в коллекции, в названии которого есть слово Golden. Смотрите мой ролик до конца, и вы узнаете, что это за пеларгония. И про ее характеристики немножко расскажу вам. Golden Anniversary я показывала в другом видео. Я показывала летнее цветение, которое значительно визуально отличается. Сейчас на дворе уже 20 ноября. И посмотрите, какой яркий, насыщенный окрас. Ссылку про то видео я сброшу в своем описании. На обложку видео я поставлю более нежное, летнее цветение. Этот сорт внесен в международный реестр пеларгонии в 2008 году. Из описания сорта белый цвет сильно испещрен красным. Золотистая листва без зоны. Листва, я бы сказала, светло-зеленая. Она не очень имеет золотистый оттенок. И еще я добавлю от себя, что более нежное цветение имеет явный розово-лососевый оттенок. Но почему-то этого в описании нет. Для меня лично этот сорт открытие сезона. Да, нельзя сказать, что этот сорт новинка. Но он настолько прекрасен. Я люблю много своих пеларгоний. Но все-таки этот сорт для меня оказался самым интересным. Самым лучшим на данный момент в сезоне 2020 года. Почему так? Потому что у Golden Anniversary очень обильное цветение. И все в один голос, где бы вы не читали описание, будут говорить вам о том, что у этого сорта очень обильное цветение. Я подтверждаю, что это именно так. У Golden Anniversary короткие промежутки времени на отдых. А все остальное время он цветет. Еще этот сорт у меня не зимовал. Потому что весной я очень долго ждала возможности купить этот сорт. Весной купила. И вот получается у меня еще этот сорт не зимовал. Но посмотрим, какая она будет в зимовке. Что я скажу еще из своего опыта. Когда началась осень, света стало меньше. Дни и ночи стали прохладнее. Golden Anniversary первая начала обновлять свои листья. То есть сорт на первом месте для меня по сравнению с множеством других пеларгоний. То есть это пеларгония умничка. Ну вот получается так, что было достаточно тепло и много солнца. И я недавно занесла с балкона свои пеларгонии. Поставила под лампу. И сейчас уже второй раз получается ей приходится обновлять свои листья. И приспосабливаться к новым условиям содержания. Но она цветет. Посмотрите, как прекрасны ее цветы. Какой это цвет? Ну цвет в принципе передан точно моей камерой. Это красный, приглушенный, с легким оранжевым оттенком. И вы можете видеть белый центр. И немножко есть белые полосочки. То есть это все-таки как напоминание, что это все-таки не однородный окрас, а крапчатая пеларгония. Вот, посмотрите, пожалуйста, какие красивые молоденькие листики выросли этой осенью. Они не очень салатовые. Они, повторюсь, больше похожи на светло-зеленые. Кустик неплохо формируется сам. Но нужно ему в этом помочь. Растет больше вшире. Поэтому нужно убирать веточки, которые вырастают здорово. Не знаю, почему-то этот сорт... Я долго ждала черенок, чтобы купить. Не знаю, почему он не так часто бывает в продаже. Может, это просто стечение обстоятельств. Какой укоренений этот сорт? Я не знаю, еще не пробовала. Считается, что золотолесные пеларгонии несколько слабее по здоровью, чем с обычной зеленой листвой. Ну, я не знаю, про Golden Anniversary я не могу сказать, что есть какие-то капризы. Я ничего такого не заметила. И даже сейчас, после занесения этого сорта с балконом. Соцветие по размеру около 10 сантиметров. Вот моему растению около полгода. Живет в горшочке 0,4. Я его еще не переваливала. Думаю, что будет зимовать в таком горшочке. И одно соцветие по размеру порядка 10 сантиметров. Максимальное количество соцветий, которое было у этого растения, три на двух веточках. По отзывам, этот сорт неплохо развивается в горшочке 1 литр. Растет не сколько в высоту, сколько в ширь. Ожидаю в последующие годы от Golden Anniversary море цветов. Фотографии с очень обильным цветением вы можете найти в интернете. Обратите внимание, что это будут фотографии с крапом от малозаметного до очень обильного, до вот такого вот яркого, как у меня сейчас. Вот такой интересный окрас у Golden Anniversary. Кустик небольшой. Я замерила, и получается 12 сантиметров это высота кустика без цветоноса. Цветонос соцветием, высоту 12 сантиметров тоже. Получается, это карлик. По параметрам карлик растет. Вот я бы не сказала, что растет быстро. Кстати, у этого сорта еще бывают цветочки с полосочками, а также с неоднородно окрашенными лепестками. Но у меня она цвела пока только с крапом и вот с таким вот практически однородным окрасом. Она будет радовать вас совершенно разным окрасом. Golden Anniversary окрас зависит от освещения. У меня есть сорт в коллекции, который называется Golden Choice. Тоже одно слово Golden. Но Golden Choice более светлые, золотые листья и цветочки более махровые. У Golden Choice просто нереально красивые золотые листья с широкой зоной. Если у вас Golden Choice будет расти на солнышко, это будет просто очаровательное зрелище. Красивые густомахровые цветы и очень красивое привлекательное листво. И еще я словила как-то себя на мысли, что сорт Golden Anniversary мне нравится с любым окрасом. Да, у этого сорта немного длинноват цветонос. Но с учетом всех его характеристиков я принимаю это как недостаток, а особенность. Бывали дни такие летом, что я была очень занята и не выходила в какие-то дни на балкон к своим растениям. Я только выглядывала и через стекло я видела, как горит на солнышке цветочек Golden Anniversary. Все потому, что у него немного длинноват цветонос. Но я целый сезон любовалась цветением этого сорта. И не перестаю восхищаться им снова и снова. Поэтому Golden Anniversary для меня открытие сезона 2020. Если вам понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал. Буду рада новым подписчикам. Готовлю для вас новые видео про разные сорта пеларгоний уже на моем канале. Неотвратимо количество роликов приближается к 80. Так что я думаю, что вам есть что посмотреть. Найти для себя что-то интересное. На этом буду заканчивать. Желаю всем крепкого здоровья вам и вашим близким. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok